ну что ребят значит ждать всех не будем у нас видео сохранится онлайн и все его смогут потом посмотреть вот значит хочу вначале прокомментировать некоторые новости сегодняшние значит вы увидели что появился появилась в соцсетях декларация подписанная пяти оппозиционными партиями которым должны присоединиться еще некоторые те которые сегодня против каких-либо изменений в избирательной системе для того чтобы и который против того чтобы плохотюк захватил страну на следующие десятилетия значит идея абсолютно правильно мы это как бы обсуждали и подписались коммунисты либерал-демократы платформа да наша партия значит майя санду значит готов подписать григорий петренко с ним говорю эту же декларацию для того чтобы показать и внешним партнерами всем гражданам молдовы которые заставляет на особенно на госпредприятиях подписываться там в пользу идеи идеи плохотнюка значит потому что плохотюк исходя из того что происходит с ним особенно последние полгода я вам скажу что следующий раз если мы допустим это через четыре года плохотнюк скажет что послушайте чтобы не было бардака чтобы не было путаница давайте выберем одного депутата от всей страны будет вообще один один округ и скажем так только один депутат будет четыре года руководить страну он же будет и спикером парламента и вице спикером и так далее так далее поэтому сегодня мы против мы против этих изменений и все оппозиционные партии если подпишутся и социалисты то общая сегодня будет скажем так партии которые поддерживают 90 более 90 процентов граждан страны говорят всем гражданам молдовы и внешним партнером о том что против плохишь на своих публиках в его стиле что в очистке чинч партии для усимнат контра идеи к чита тени сэшплата спад и рентразе просто козка спад ретрага мандату депутату лакару фостолец хадис шуфи сереж вы понимаете плохи сегодня это делает для того чтобы он скупил депутатов оптом а вы потом их сможете если плохотюковский суд вам разрешит вы их сможете отзывать то есть ну чисто такая пропаганда значит у петкова кстати был очень правильный скриншот значит из одной очень интересной книги как работала пропаганда при гитлере и вы увидите как это подходит под телеканал публика тв ну в общем не об этом значит сегодня хочу отметить что жители города басрабяска отстояли мэра города и сегодня я думаю что они пошли только на изменение мероприятия то есть на домашний арест только из-за того что очень активные жители очень много пенсионеров взяли кольцо и просто могли торбами затискать тех товарищей которые заварили заварили ворота у здания суда чтобы люди туда не могли пройти поэтому это может быть такой маневр для того чтобы все-таки куртия диапел оставила аннулировала это решение на домашнем аресте но и потом как бы ну люди могут опять оказаться ничем но я очень надеюсь что это не произойдет сегодня мы видели как по всей стране арестовали несколько сельских примаров арестовали директоров лицеев для того чтобы показать что несмотря на то что на жизнь плохотнюка круглосуточно покушается он продолжает бороться с коррупцией стране значит подбил перебежчиков из лдпм которые перешли в демпартию это будет уроком для всех перебежчиков страны плюс сегодня у них не получилось завершить это действие триумфально так как они хотели значит они проворонили рабочую командировку мэра города Рыжкана Виктора Богатко я хочу вам сказать что информация подтвердилась что есть мандат на арест на мэра города Рыжкана значит человек из нашей команды Виктора Богатко потому что вы видите ли не так провел конкурс по стеклопакетам значит то что у нас есть прямые доказательства что маху и вся эта его группировка негодяев грабила бельцы мусор на мусор в концессии канализация города в концессии воровали деньги рынков продавали клумбу в центре города сегодня у этих нету а вот Богатко оказывается год назад не так провел конкурс и выиграла не та компания и короче сегодня должны были арестовать Виктора Богатко значит но так получилось что Виктор находится в командировке поэтому я очень надеюсь что жители города Рыжкана станут на защиту примара так же активно как это сделали жители города Басарабяска это еще одна попытка оказать давление на нашу партию для того чтобы выбивать основных региональных координаторов значит вот рядышком на диване тут есть еще один специалист по угрозам угрозам угроза убийством да а не угроза жизни угроза убийством там взятие заложнику значит вчера в фалешных залепили второе уголовное дело николаю цеповищу который сейчас проходит курсы усиленного питания в москве и ближайшее время он должен вернуться потому что у него эти курсы как бы подходят концу и самое главное что поверьте что и у меня эти курсы на стадии завершения не только не только у николая цеповича вот поэтому у цеповича два уголовных дела за угроза жизни угроза убийством значит одному из фалешских районных советников которые вы это эти подонки тамбур пастрамы вместе с руководителем региональным дпм выкупили оптом и также они заставили примара города фалешты написать заявление прокуратуру на цеповича что он выбрал заложники не выпускал на работу и так далее хотя там были родственники русу на этом на этой встрече и наши районы советники городские так далее каким же негодяям надо быть я хочу обратиться ко всем тем кто ушли и некоторые которые там шушукаться и думают брать деньги или не брать ребят значит вы запомните одну вещь что сегодня если вы решили уйти вы уходите те кто решил но каким надо быть свиньей особенно взрослый человек это трусу я его пожалел вы помните вышел год назад когда до меня дошли разговоры что какая-то женщина приватизировала ходила там с ребенком на руках примарию пыталась приватизировать комнату и этот ставил ей палки в колеса для того чтобы ну что-нибудь принесли я тогда вышел публично сказал что мэр фалеш негодяй районный актив сам русу ну может меня не так поняли да я ничего плохого вроде не имел ввиду ну как бы я справлюсь буду работать и так далее так далее короче дедушка вроде взялся за работы сейчас он ушел так возьми если ты боишься реально за своих детей за свою семью я же опубликовал аудиозапись в интернете где русу признаться что ему угрожали люди плохотнюка фалеш то люди плохотнюка центрального офиса дпм а возбуждает дело по угрозам по угрозе жизни значит он пишет на на цепочке как вам не стыдно господин рус я очень надеюсь обращаюсь ко всем жителям фалеш плевать в лицо и этого старого негодяя русу и вот и вот это этих мелких шулеров подрастающих демократов этот пастрамы славик этот то булток и так далее понимаете потому что это люди которые предали они хотят уничтожить родной город которыми живу не получится и все эти намеки что вы понимали помимо того что они обнаглели до того что за то что они выходят от нас значит славик тамбур значит покурит чего-нибудь в два-три часа ночи звонит комиссару фалеш заместителям дает указание у меня есть информация что люди нашей партии находятся у меня в огороде приезжает опер-группа представляете нормальный обычный полицейский которых подымает из-за того что это мразь просто ушла из нашей партии и дали команду обслуживать понимаете потому что сегодня большинство большинство силовых ведомств она как раз защищает вот этих с низкой социальной ответственностью понимаете путана не защищает нормальных людей не защищает понимаете вот и и вот такая ситуация поэтому хотите уйти пишите заявление уходите но наговаривать на наших людей пытаться уничтожить понимаете сегодня что вы понимали обнаглели до того что это под сам вас вале что же ездит гладянский район предлагает по 5 тысяч евро понимаете пугает людей в селах и так далее байтам бурел и и этот 2 кареглаза значит я обязательно приеду домой и обязательно приеду домой и вы в этом не должны сомневаться ни в коем случае вместе с вашими этими шлюхами плохотнюковский вот но эту историю проехали то есть сегодня вы уже поняли хотят посадить виктора богатка в них готов мандат на арест они сегодня хотели на нем строить основное кино мэр города рашкана так задержали только бухгалтера города рашкана я с виктором говорил несколько часов назад он в шоке говорит слушаю я все покажу я все объясню горит пошли они там и так далее поэтому у нас так выезжали по одному а возвращаться будем оптом вот такая ситуация поэтому это касаемо политики касаемо остального бреда который аккуратно пропагандирует сегодня всякие путанические сайты политикс мд и прочие вот эти швали которые запускают технично такое мнение усатого заставляют отрабатывать деньги платона которыми он финансировал меня он драмат говорил в четырнадцатом году пятнадцатом плохиш платон если он совершил преступление должен сидеть тюрьме но рядом с ним должен сидеть ты ярала костя наперсочник цуцу директор тренажерного зала значит этот канду ответственный за за этот за чистый холодильник и так далее понимать не надо умничать не надо меня привязывать никому потому что вы с платоном занимались непонятно чем и во времена коммунистов это я говорю это я говорю про плохотнюка конкретно этим занимались первом альянсе за евроинтеграцию почему плохотнюк не выйдет и не расскажет как он сидел четыре часа реально как путана понимаете упрашивал там умолял кармалака чтобы тот позвонил в молдавию платону еще каким-то депутатом я не помню фамилии чтобы назначили зубков прокурором сегодня любая ситуация с кармалаком туда усатый любая ситуация со мной туда кармалака плюс одно такое замечание товарищу жездано я как-то не очень часто обсуждал действующего министра внутренних дел но господин жездано вы заявили александру ефимович что плохотнюк мотивом покушения на плохотнюка является его политическая деятельность да то есть то что вот он бурные политики так далее но хочу вам сказать что один из ваших подчиненных господин и кем или бусы кто-то из них сказал что в начале декабря украинцев возбудили дело у нас есть дпм когда был в каком месяце коль не помнишь то есть короче плохиш у нас сразу стал председателем дпм когда якобы узнал что на нем там на него готовится покушение плохотнюк пошел председателе дпм уже понимая какой будет финал декабре вы понимаете да потому что плохиш в декабре был скажем так до того как он избрался он был просто решальщиком и так далее так далее то есть он был неофициальным лицом и кстати неофициальным является сегодня потому что в молдаве 40 председателей партии сегодня даже больше 40 понимаете поэтому плохиш пошел председателем дпм чтобы на него покушались не на как сутенера плохотнюка рейдера плохотникова что на него при покушались как на председателя демпартии и также вице-председатель вице-председателя социнтерна должность которым там через шуры-муры получил понимаете да в чем ситуация поэтому также плохиш думает а как же я себя сниму с мониторинга в интерполе если я просто молдавский рейдер и интерпол знает то они не надо стать председателем демпартии чтобы соскочить я провожу свое расследование на эту на эту тему есть у меня три версии значит одну из версий значит я одну из версий я опубликовал вчера ну примерно как бы слава богу этот как раз был цепович в москве плюс плюс петкова нашли в библиотеке там рядом с мой музей военной техники петка что-то помешан последнее место последнее время там на боевых орудиях с прицельной дальностью там от 30 километров и выше то есть такая очень у него своеобразная новая своеобразная хобби но по крайней мере хорошо что они не изучают атомные бомбы то есть пока ограничился этим и вот вы знаете я посмотрел количество просмотров я посмотрел количество просмотров вчерашнего нашего видео и увидел что оно превысило количество видео которое опубликовала министерство внутренних дел значит что то мы все таки делаем правильно и я получил очень много сообщений где люди вчера писали рената вот так надо было сказать а вот так надо было стоять цеповича нужно было там сделать укладку влево там или вправо и и вот нужно было это добавить и добавить что в офисе кто-то был ну короче то есть писали с идеями как лучше и вот я подумал сегодня денек и придумал такую такой прикольный новый интернет проект во первых этим интернет проектом мы сможем помочь работе силовых структур а самое главное мы сможем предусмотреть по какие-то потенциальные фабрикации со стороны силовиков которым они они привыкли за последнее время потому что плохиша сегодня все на подсосе там это уже однозначно я про руководство там среднего уровня ниже есть нормальные ребята значит суть интернет проекта заключается следующем значит молдове есть очень много творческих коллективов здесь ребята из стояновки которые смотрел особенно как выступили в одессе там просто красавцы да есть другие коллективы в районах одаренных людей есть очень много актеров у которых к сожалению не самые лучшие условия поэтому мы уже несколько лет подряд поддерживаем гала премии поддерживаем разных актеров разные театры и второклеи помогали в прошлом году значит с отоплением и так далее да значит есть очень много студентов очень творческих и гигиенных да и вот чтобы простимулировать всех творческих и гигиенных людей значит я выступаю со следующим предложением к всем творческим людям да в стране плюс я хочу сказать что по комбином и фальсификациям у нас же есть вообще чемпион известный среди полицейских это кавкалюк только тот находил ящиками молотовые коктейли рядом были газеты нашей партии вы то есть его участие в конкурсе тоже приветствуется он тоже творческий человек то есть то что негодяй как бы в душе да или она у него отсутствует другой вопрос но с импровизацией у него все в порядке я реал мораль может участвовать в антикоррупции в конкурсе конкурс заключается в следующем значит сегодня у нас вторник значит до вторника следующей неделе в течение недели получается в течение семи дней предлагаю вам записать видео на телефон как вы с вашими друзьями коллегами в театре друзьями на заводе у амни карму сейчас педал студент кумбой ведец к саприготет ассасинату луи плохотнюк то есть вот ваша версия ваш видеоролик вот наш цепочин с пятками вчера видели а вот как вы считаете что все таки что там нужно было поменять или что не доработали либо одна сторона либо 2 3 в этом процессе поэтому вы записывайте ролик ролик должен быть длиной должен быть не более десяти минут принципе там 10 12 минут то есть главное не снимайте сериалы как как готовилась покушение на плохотнюка значит течение недели выпал отправляете все эти видео самое прикольное самое смешное импровизация этого покушения значит значит первое место это будет сто тысяч лей второе место значит коллектив который займет второе место получит 60 тысяч лей и третье место получит 40 тысяч лей то есть общий призовой фонд 200 тысяч лей значит уже какой вы снимете на фоне танка с сапой с бульдозером есть в молдавии музей военной техники подсказу кое-что наверняка там украл шалару пока был министром обороны можно что-то найти у него во дворе вы отправляете это видео значит видео жюри будут все жители молдовы значит в этом конкурсе значит я опубликовываю все эти видео на своей странице facebook это видео которое наберет в течение скажем так трех дней с момента как все сдают проделанную работы то есть видео должны быть готовы ко вторнику 18 апреля моя их выкладываю в интернет на три дня и как бы смотрим смотрим результаты кто-то голосует за одно видео кто-то за другое и как я вам сказал значит все творческие люди приветствуются я в раус и факу напел кэтре тоц артишти что с вами не талинтац штюка вем студент сталинтац шанру мне хочу обратиться к творческим коллективом украины как рядом тем более и у вас там есть половина задержанных по версии там погранслужбы и так далее значит приветствуется наши соседи понимаете то есть будет такой молдавско украинский румынский к в понимаете и самое главное значит самое главное что победители будете определять вы у нас будут прозрачные конкурсы в отличие подведут подведомственных структур правящему режиму и как бы очень честно все смогут выиграть свой конкурс значит этот конкурс поэтому значит извините может быть денежное вознаграждение призы значит не могут не смогут скажем так достаться абсолютно всем но я считаю что абсолютно честно если за первое место кто лучше самый прикольный ролик сделал будет сто тысяч лей второе место шестьдесят тысяч лей и и третье место сорок тысяч лей поэтому пожалуйста делайте репосты значит делайте репосты доведите эту информацию до ваших друзей в университетах колледжах во дворах и так далее что тем более ребята для того чтобы провести этот конкурс вам нужен просто телефон нет своего мобильного телефона на который на который этот на который можно снять это видео значит вы можете позвонить 902 и как бы попросить там жезда на сашу позарь или кавкалюка они обязательно отправят группу которая качественно это качественно это все снимет на видео тем более что у них там есть прорыв в технологиях как говорил александр ефимов жезда свои там в одной из своих программ и так далее поэтому значит тут вижу комментарии представьте себе что дпм тоже участвует значит пусть участвует вы же понимаете что при всем моем негативе к кавкалюку но по всем этим фальсификациям он очень одаренный человек только такой одаренный и маленькая плюс-минус как кавкалюк мог придумать уголовное дело про убийство ну то что помните мы с цеповичем хотели убить кавкалюка и фейсбуке и в вайбере это обсудили вся страна это это помнит так вижу что здесь активно идея то нравится кишиневу нравится нравится бельским значит поэтому значит договорились я жду ваши видео в течение недели отправляйте а про все эти комбинации которые сейчас происходят в молдавии потому что всегда когда что-то не понимали мне становится интересно я начинаю как-то по-своему разбираться у меня даже есть примерно уже понимание как и почему нарисовалась эта история с покушениями так далее оказывается это было некая история связана с чем-то связана с чем-то звонком из определенного места это так что очень секретная группа прокуроров полицейских и некоторых спортсменов понимала что как бы мы тут двое суток тоже расследуем то есть не не это не не переживайте плюс публично поделюсь всею добытой информацией мне как бы получается получается все больше и больше но это будет отдельная тема значит не будем сейчас мешать мешать все на кучу поэтому всем участникам конкурса желаем успехов кстати к видео значит приветствуется какое-нибудь прикольное название да потому что его думал как назвать этот конкурс я не хочу ни в коем случае сыграть на чьей-то трагедии так как это там некоторые начали там плохишевский на что вот как так можно послушайте просто сегодня исходя из того что я видел исходя с того что я узнал очень хорошо и очень четко понимаю что может быть все намного даже круче чем в любых детективных сериалах и так далее потому что оказывается он мог себя сам заказать в том числе и по-настоящему но это все обсудим другой раз а пока не пусть рассказывает байки своей версии хочу порекомендовать им там хвастается пол прокуратуры уже пять месяцев что есть какой-то телефонный разговор платона из тюрьмы когда у него демонстративно их забрали в то время когда он пытался еще о чем-то там договориться с плохотником опубликуйте эту запись там же тоже есть там про покушение и так далее значит бусуек не растягивайте ситуацию сливайте потом это все обсудим и разберемся но самое главное в ходе следствия не выйдите сами не выйдите на самих себя всем привет пока воду резку сярубу на хорошего вечера давайте ура репостыр в руку